Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Полный гид по интервальному голоданию. Как дай что есть, чтобы похудеть. Хвастаться часами голода – новая мода. Среди звезд, практикующих интервальное голодание, замечены продюсер Яна Рудковская, телеведущая Лииса Нутяшева, певица Надежда Бабкина, шоумен Александр Льева, глава телеканала Маргарита Симоньян, актриса Юлия Высоцкая. Наши все Ким Кардашьян. И список можно продолжать бесконечно. Полный гид по интервальному голоданию. Как дай что есть, чтобы похудеть. Что такое интервальное голодание? Интервальное голодание, интервальное питание, интервальная диета, периодическое голодание, фастинг, ИГ. Это не диета, а режим питания, расписание. День или неделя, реже, большие отрезки, делятся на периоды или циклы, голодание и пищевого окна. Каждый из нас пробовал интервальное голодание еще до того, как это стало минстримом в 2022 году. Опыт основан на периодах сна и бодрствования. Ночь – это как раз время, когда мы не едим, а по утрам обычно открываем пищевое окно. В английском языке само слово «завтрак, breakfast» буквально и означает «прервать голод, break fast». Эта практика тысячи лет существует практически во всех культурах. Намеренно голодают христиане, мусульмане, иудеи, буддисты. Сознательность – крайне важный компонент интервального голодания как для женщин, так и для мужчин. Основная идея в том, что пища тебе доступна, ты можешь поесть, но выбираешь не делать этого в определенный промежуток времени. Если еды тебя лишают насильно, говорить о полезных эффектах не приходится. И дальше будет понятно почему. Плюсы интервального голодания. Интервальная диета эффективна для похудения, причем именно за счет жира, снижение уровня хронического воспаления, нормализация уровня глюкозы крови и инсулина, улучшение показателей здоровья при диабете второго типа, вплоть, возможно, до длительной ремиссии, увеличение уровня энергии. Многие исследования доказывают, что периодическое голодание положительно сказывается на работе мозга, состоянии и качестве тела и даже, кажется, способствует долголетию. Для женщин удобство заключается в том, что интервальное голодание не подразумевает разработку специального меню. И это несомненный плюс такого стиля питания. Тебе не придется отказываться от одних продуктов и специально включать в свой рацион другие. Важно не то, что ты ешь, а то, когда именно происходит прием пищи. Интервальное голодание очень популярно в последнее время. Похудеть на нем более чем реально. Как работает интервальное голодание для похудения? Чтобы понять, почему фастинг – абсолютно естественный способ худеть, надо заглянуть на 2 миллиона лет назад. Без супермаркетов и сервисов доставки наши предки невольно соблюдали часы интервального голодания, когда проводили без еды по много дней. Они успешно накапливали жир, когда пища оказывалась в доступе, а затем тратили его в периоды голода. Наш внутренний жир – отличный источник энергии, который подключается, когда пища не поступает. Суть интервального голодания объясняется следующими механизмами. Когда мы едим, выделяется инсулин – гормон, который отвечает за то, чтобы энергия попала в клетку из-за запасания жира. Когда мы голодаем, уровень инсулина значительно снижается, и организм включает режим расхода топлива, накопленного в теле. Современное питание – это постоянное кусочничество. Первый завтрак, второй – перекус. Условий для расхода жировых отложений просто нет. Когда мы включаем интервальную диету и перестаем подбрасывать топливо, то естественным образом получаем доступ к запасам тела. Кроме того, голодание влияет и на уровень других гормонов и процессы, происходящие в нашем организме. Например, концентрация гормона роста возрастает в пять раз, что способствует потерям жира и накоплению мышечной массы. Экспрессия генов. На фоне интервального голодания активизируется экспрессия генов, в том числе и тех, которые связаны с долголетием и защитой от определенных заболеваний. Насколько можно похудеть на интервальном голодании? Кто-то выбирает эту систему для оздоровления, однако многие стремятся похудеть на интервальном голодании. И это более чем реально. Но главный вопрос, который волнует всех женщин, сколько килограммов можно сбросить, если применять интервальное голодание? Расскажем, как все это устроено и каковы перспективы. Из-за ограниченности интервалов, во время которых можно принимать пищу, люди обычно начинают потреблять меньше калорий. Это сказывается на весе, он начинает уменьшаться. На фоне снижения уровня инсулина и повышения выработки гормона роста усиливается выработка нарадреналина, на фоне которого ускоряется сжигание жировых запасов. Метаболизм ускоряется из-за гормональных изменений. Динамика может достичь 3-14%. В одном исследовании было посчитано, что переход на интервальное голодание может привести к потере 3,8% веса за период от 3 до 24 недель. Интервальное голодание. Польза для здоровья исследований, посвященных интервальному голоданию, довольно много, а потому его пользу для здоровья можно считать научно доказанной. Потеря веса, снижение инсулинорезистентности, польза для сердца, уменьшение риска развития некоторых форм рака, замедление процессов старения. Какие типы интервального голодания существуют? В зависимости от того, какие часы ты выбираешь, чтобы устраивать интервальное голодание, выделяется несколько разновидностей. Перечислим несколько самых популярных схем ИГ. Короткие. Интервальное голодание 16-8 подходит даже для начинающих. Это классический и самый распространенный вариант. Пищевое окно занимает 8 часов, а 16 часов нужно обходиться без пищи. Практикуется ежедневно. Возможные вариации 14-10 и 18-6. Примерно половину голодания ты спишь, так что выдержать такой режим очень просто. Оу-Мэтт, Ван Мил Эйдэй, одно блюдо в день, диета воина, 20-4 или 23-1, виды перерывов, при которых остается всего один прием пищи. Если схема интервального голодания 16-8 не опасна для здоровья начинающих, при отсутствии противопоказаний, то такой вид является более жестким и нерассчитан на неподготовленный организм. Длительные. 5-2 – это тип интервального голодания в течение недели. С ним 5 дней можно есть как обычно, а вот 2 дня – это 100% голод или сильное ограничение калорийности до 500-600 килокалорий. Важно, что в этой схеме дни голода не идут друг за другом. Например, ты сокращаешь калорийность в среду и субботу, а в остальные дни ешь полноценно. 36-часовое голодание. Например, ты завтракаешь в 8 утра в понедельник, а ужинаешь во вторник в 20,48 тысячных часов и более продвинутые форматы, которые лучше проводить под наблюдением специалистов. В любом случае, последние две схемы неприемлемы для начинающих женщин и мужчин, которые только мечтают попробовать интервальное голодание. Джейсон Фанг, врач и один из главных специалистов по фастингу, не рекомендует оставаться без еды больше 14 дней подряд. И хотя существуют примеры и более продолжительного голодания, для большинства это экстремальный формат. Новичкам на интервальном голодании точно не стоит отказываться от жидкости. Голодание может быть водным и сухим. В первом случае жидкость без сахара и калорий, то есть вода, чай, кофе без сахара и молока, травяные настои никак не ограничены. Во втором, люди отказываются не только от еды, но и от напитков. Звучит пугающе, но на деле буквально миллиарды людей в мире регулярно практикуют сухое голодание. Меню для интервального голодания. Последователи такого формата не считают его диетой. Для них это образ жизни, которого они придерживаются долгие годы, выбирая щадящие схемы. Для начинающих меню можно составить таким образом, чтобы интервальное голодание заключалось в облегченном режиме. К примеру, не есть 7 дней в течение 10 часов, а не 8. Одним удобно выбирать интервал с 12 до 20 часов, другим с 9 до 17. Мы сказали, что упор делается на время, а не на рацион как таковой. Но реальные отзывы людей свидетельствуют о том, что интервальное голодание работает для похудения при соблюдении определенных рамок. Желательно исключить быстрые углеводы, копчености, соленую пищу и обработанные продукты. Лучше отдавать предпочтение блюдам, поддерживающим стабильный уровень сахара в крови. Это мясо, крупы из цельного зерна, орехи и овощи. Что необходимо оставить в меню? Белки и полезные жиры, постное мясо, яйца, авокадо, орехи, тыквенные семечки, молочные продукты без сахара, йогурты без добавок, кефир, натуральный творог, бобовые. Продукты, богатые клетчаткой, витаминами и микроэлементами, ягоды, фрукты, яблоки, апельсины, грейпфрут, овощи зеленого цвета, из красных, помидор и перец. Представим, какой может быть примерная интервальная диета, рассчитанная на неделю, по схеме 16-8. Многие начинают день с обеда, поэтому остановимся на таком варианте. Естественно, ты можешь подстраивать меню под себя. Первый день. Обед. Запеченное постное мясо, запеченный баклажан. Полдник. Кофе, хлебцы с сыром, лучше обезжиренным. Ужин. Салат из овощей с яйцом и тунцом, горсть свежих ягод, орехи. Второй день. Обед. Запеченная куриная грудка, запаренная гречка. Полдник. Зеленый чай, салат из несладких фруктов. Ужин. Говяжьи тефтели, каша из чечевицы. Третий день. Обед. Котлеты из нежирной говядины, овощной салат. Полдник. Натуральный йогурт, 1-2 апельсина или грейпфрута. Ужин. Семга и тыквенное пюре. Четвертый день. Обед. Каша из булгура с овощами и грибами. Полдник. Кофе, хлебцы и икра из баклажан. Ужин. Салат греческий. Пятый день. Обед. Отварная куриная грудка и бурый рис. Полдник. Блины из овсянки, 2 дольки темного шоколада. Ужин. Борщ на бульоне из нежирной говядины. Шестой день. Обед. Салат с куриной грудкой, с капелькой оливкового масла. Полдник. Зеленый чай, йогурт, горсть орехов. Ужин. Запеченная рыба, овощи. Седьмой день. Обед. Макароны по-флотски, из цельного зерна. Полдник. Блины из овсянки с бананом. Ужин. Овощной пирог с курицей и яйцом. Голодание противопоказано и какие ошибки могут превратить полезную практику в калечащую. Минусы и вред интервального голодания. Люди начали подстраиваться под трехразовый прием пищи, когда в стране сформировался режим восьмичасового рабочего дня. Впоследствии ученые доказали, что такой подход более полезен для сердечно-сосудистой системы, чем шесть приемов пищи. Но каждому из нас важно ориентироваться на свои биологические часы и ритм жизни, чтобы организм работал как часы. Расписание, которое подразумевает интервальное голодание, уместно далеко не для всех. Нередко длительный отказ от еды ведет к негативным последствиям. Реальные отзывы людей говорят о том, как интервальное голодание провоцировало у них расстройство пищевого поведения, проблемы ЖКТ, анемию. Они замечали, особенно в первое время, что их преследовали головные боли, дискомфорт, слабость. Из-за отсутствия пищи метаболизм замедлялся, истощались физические и моральные ресурсы организма. Если твой рабочий график ненормированный или рассчитан на смены, либо ты привыкла устраивать поздние ужины с друзьями и часто ходить в гости, даже неделя интервального голодания может оказаться сложной. Противопоказания для интервального голодания Несмотря на то, что интервальное питание абсолютно физиологичная практика, в некоторых случаях она может быть недопустима. Номер один в списке противопоказаний к ИГРП расстройство пищевого поведения. Слишком велик риск не обоснованно увеличивать время без еды и игнорировать сигналы тела. Планирующим беременность, беременным и в период кормления грудью не рекомендуют никакие схемы интервального голодания, даже если блюда в меню будут полезными. При большом лишнем весе и очень тщательном контроле порции белка никакого дефицита. При планировании беременности можно сделать исключение. А вот старт лактации самое плохое время для начала практики. Инт – индекс массы тела ниже 18,5. Проще говоря, если у тебя на теле практически нет жирка, интервальное голодание не для тебя. Во время голода организм живет за счет отложений в теле. Если же их нет, он начнет тратить драгоценные мышцы. Серьезные витаминные дефициты, проблемы с усвояемостью белка, низкий уровень белка. До 18 лет практиковать интервальное голодание без веских оснований, назначение и контроль врача не рекомендуется. Относительные противопоказания к интервальной диете следовать ей можно, но под контролем врача. Сахарный диабет, подагра или высокий уровень мочевой кислоты, заболеваний сердца, ЖКТ, печени, почек, мочевого пузыря, желудка, щитовидной железы. Как практиковать интервальное голодание? Ты уже поняла, что нельзя наесться в 3 часа дня так, что дышать больно, и потом ни с того ни с сего отказаться от ужина. Вариант впрок здесь не работает. Изучи вопрос, как начать интервальное голодание и грамотного его придерживаться? За 3-4 недели до старта можно пропустить. Интервальное питание проходит быстрее и веселее у тех, кто придерживается низкоуглеводного рациона или кетодиеты. Это логично, во время фастинга организм лишен любой пищи, в том числе и углеводов, а значит, он начинает использовать в качестве источника энергии собственные жиры и входит в кетоз. Кетогенщики за счет диеты входят в кетоз, их организм умеет использовать жиры в качестве источника топлива, поэтому и переносит голод спокойнее. Впрочем, это необязательное условие периодического голодания. В любом случае, есть смысл сократить до минимума рафинированные углеводы и начать постепенно увеличивать промежутки между приемами пищи. За день до старта приготовь еду, которую съешь после выхода из голода. А открывать пищевое окно лучше белково-жировым вариантом, можно с овощами, а не щедрой порцией углеводов. Держи в голове эволюционную логику. Наши предки жили охотой и собирательством. После длинного периода без пищи они могли пировать добычей, мясом, травами, коренями, но никак не овсянкой и уж тем более не круассаном. Все же интервальное голодание не синоним тому, что в определенный час нужно сметать все подряд. В день старта поставь на телефон приложение. Я пользуюсь ZERO. Функционал минимальный, таймер. Начала голодание, нажала на старт. Решила поесть. Стоп. Но важно в этот момент потратить время на записи. Какие были ощущения? Легко ли было выдержать? Что с настроением и сном? Такой анализ позволит понять, подходит ли тебе интервальное голодание, как оно переносится, несет вред или пользу. В период голодания пей воду, ешь соль, займись делами. Точно не стоит начинать интервальное голодание с сухого. Напротив, нужно пить, а напротив пить, а еще рассасывать соль. Или 1,4 ложки соли можно добавить в воду. Это средство номер один от головной боли и неприятных ощущений, которые возможны с непривычки. Не фиксируйся на мыслях о еде, отвлекайся, гуляй. В пищевое окно ешь. Самый, самый, самый важный момент. В пищевое окно надо есть. Категорически нельзя совмещать интервальное голодание и низкокалорийные диеты. При этом 8-часовое пищевое окно не означает, что надо нон-стоп жевать. В это время может уместиться 2-3 приема пищи без перекусов, куска торта, латте и тому подобного. А ошибки, которые вредят прогрессу на интервальном питании. У тебя нет противопоказаний. Ты решила попробовать увеличивать интервал между последним и первым приемами пищи и даже научилась выдерживать дистанцию без срывов. Но положительных сдвигов не наблюдаешь, а только сплошное разочарование. Практиковать интервальное голодание при хроническом стрессе Очень плохая идея. У современного человека стресс присутствует в жизни постоянно и не реализовывается действием. Наши предки физически избегали опасности. Убегали, давали отпор, а затем находили поддержку в группе сородичей. Отказ от пищи может стать последней каплей, которая сорвет резьбу. Поэтому интервальное голодание не всегда подходит для женщин после 40 лет. Уровень стресса у них бывает выше, а обмен веществ в это время замедляется. На фоне ИГ нередко можно набрать вес и потерять всякие силы. Организм уйдет в энергосберегающий режим и начнет откладывать жир на боках. Удлинять интервальное голодание усилием воли. В интервальном голодании не действует принцип дольше, значит лучше. У каждого своя идеальная схема, она меняется с возрастом в зависимости от внешних обстоятельств. Практиковать ООМЭТ на бегу. Если тебе нравится идея есть один раз в день ООМЭТ, диета воина, стоит иметь в виду, что этот прием пищи должен сильно отличаться от привычного. Чтобы получить все нужные макро- и микронутриенты, есть надо с чувством, с толком, с расстановкой. У опытных омачиков трапеза длится не менее часа, а порой растягивается и до 4-х часов. И в этот прием пищи акцент должен быть на белок и жиры, строительные материалы организма. Не каждый подстроится под такое расписание интервального голодания. Пить алкоголь в период голода, даже сухой алкоголь и крепкий, вино, водка, виски, шампанское, будет сводить на нет всю пользу ИГ, и похудение, и клеточное обновление. Начинать новую диету и интервальное голодание, одновременно кетодиета и интервальное питание, как две половинки одного целого. И все же я настоятельно не советую начинать обе практики в один момент. Для меня самый большой показатель эффективности кета. Человек вдруг понимает, что запросто может пропустить прием пищи. А вот если сразу броситься в объятие нового рациона и голодать, то неизбежно придешь к срывам и дефицитам макро- и микронутриентов. Интервальное голодание Одним при интервальном голодании проще отказаться от ужина, другим от завтрака. Это зависит от ритма жизни. Какой прием пищи можно пропустить? Есть аргументы в пользу пропуска и ужина, и завтрака. Но важная составляющая здоровой практики интервального голодания не выпадать из социальной жизни. Взаимодействие с близкими для здоровья не менее важно. Поэтому правильнее всего подстраивать ИГ под твой ритм жизни, а не наоборот. Как принимать лекарства и БАДы во время интервального голодания зависит от препарата. Если у тебя есть хронические заболевания и прием лекарств связан с едой, лучше обсудить со своим врачом. Некоторые препараты могут плохо усваиваться или вызывать расстройство желудка, если принимать их натощак. Во время интервального голодания до суток вполне можно обходиться без БАДов и витаминов и принимать их в пищевое окно. Обрати внимание, что некоторые препараты можно считать едой, а значит, они прерывают голодание. Это все аминокислоты, например, ПКА, коллаген, жирные БАДы, такие как омега-3. Можно ли тренироваться во время голодания? Конечно, да. Многие даже отмечают, что тренировка на голодный желудок проходит бодрее. Главное, не забывай пить и рассасывать соль. А при сухом голодании обычно рекомендуют тренироваться ровно перед началом пищевого и питьевого окна. Стоит ли жестко установить расписание голодания? Известный евангелист голодания, канадский врач, автор книги «Интервальное голодание». Как восстановить свой организм, похудеть и активизировать работу мозга, считает, что организм надо удивлять. Сегодня голодание 16 часов, а завтра 18. То ты несколько дней к ряду пропускаешь ужин, а потом вдруг завтрак. Практикуй 5-2 не по понедельникам и четвергам, а спонтанно по зову сердца. И это главное, что надо помнить об интервальном голодании. Если оно превращается в пытку, и ты начинаешь считать каждую минуту до пищевого окна, польза заканчивается. ЕГЭ должно быть по любви, а не обязаловкой. Могут ли дети придерживаться интервального голодания? Интервальное голодание не лучшая система питания для детей. Им лучше придерживаться классической схемы питания с основными приемами пищи и перекусами. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.